Сейчас по нашей галактике распространяются странные звуки, которые постоянно повторяются. Раньше такого никогда не происходило. Ученые обнаружили этот сигнал еще в 2020 году, и он не был похож ни на одну из других энергетических сигнатур, которые изучались прежде. Мощные радиосигналы, возникающие время от времени, таинственным образом исчезают в течение дня. Это не соответствует профилю ни одного известного нам космического тела. Сигнал звучит немного раздражающе, и время от времени исчезает. Когда ученые попытались сопоставить сигнал с некоторыми другими телескопами, он пропал. Звезды с малой массой иногда вспыхивают из-за радиоэнергии, но это другой случай, так как они имеют рентгеновские аналоги. Очень плотные коллапсирующие звезды, такие как пульсары, магнитары, также не подходят. В итоге ученые решили, что это таинственный класс объектов, которые мы знаем как транзиентный радиосигнал в центре галактики. Этот радиоисточник становится ярче и быстро светится. Он распадается вблизи центра нашей галактики и может помочь разгадать тайны Вселенной. Если бы у вас был летающий автомобиль, который поднимался бы со скоростью 95 км в час, то понадобился бы час, чтобы попасть в космос. Луна находится от нас в 400 тысячах километров, то в 10 раз больше окружности нашей планеты. Это означает, что путешествие на Луну будет похоже на кругосветное, которое нужно совершить 10 раз подряд, и это займет менее 6 месяцев. А на то, чтобы добраться до Плутона, ушло бы более 800 лет. Проксима Би – наш ближайший сосед, похожий на Землю. Этот маленький скалистый мир вращается вокруг ближайшего звездного соседа нашего Солнца. Он вращается вокруг обитаемой зоны звезды – области, имеющей условия для возникновения там жизни. На ней не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы гипотетически там могла существовать жидкая вода. Если добираться до Проксимы Би со скоростью больше 40 тысяч километров в час – это скорость лунных ракет Аполлон, то потребуется более 112 тысяч лет. Возможно, там нечем дышать, ведь пока неизвестно, есть ли на Проксиме Би атмосфера. Люди все время исследуют Вселенную, но мы видим только около 5% материи. И Альберт Эйнштейн был первым, кто понял, что пустое пространство вовсе не ничто. Все, чего мы не видим, состоит из невидимой темной материи, которая составляет 27% пространства в сочетании с темной энергией, которая составляет 68%. Если попытаться вылить в космос воду, конечно, за пределами космического корабля, она тут же закипит и испарится. Это потому, что в космосе нет воздуха или давления воздуха. По мере снижения давления воздуха обычная температура кипения воды также снижается. Например, на вершине горы вода закипает намного быстрее, чем на уровне моря. В космосе нет давления воздуха, поэтому вода закипает при очень низкой температуре. Ученые полагают, что существует по меньшей мере несколько миллиардов галактик. Неизвестно, сколько их на самом деле, и, вероятно, мы никогда этого не узнаем. Однако были предприняты попытки это вычислить, посчитав, сколько галактик можно наблюдать в ограниченной области неба. На первый взгляд может показаться, что во Вселенной не так уж и много всего, но только в нашей галактике насчитывается по меньшей мере 100 миллиардов планет. Если наполнить воздушный шар гелием и отпустить его, можно увидеть, как высоко он взлетит. Он поднимется в атмосферу, но не улетит в открытый космос. Чем выше подниматься вверх, тем разреженнее будет становиться воздух в атмосфере. Воздушный шар будет подниматься до тех пор, пока окружающая его атмосфера не будет иметь тот же вес, что и гелий, которым он заполнен. Это произойдет на высоте около 32 километров. Именно туда сможет подняться воздушный шар с гелием. Мы не знаем, насколько велика Вселенная, мы не видим ее края и не представляем, есть ли у нее границы. Современные технологии позволяют нам видеть на расстоянии около 14 миллиардов световых лет от нашей планеты. То есть мы можем видеть около 28 миллиардов световых лет в диаметре, начиная с внешнего слоя нашей атмосферы, которая заканчивается на отметке 960 километров над поверхностью нашей планеты. Хотя размер Вселенной постоянно меняется, и она все время увеличивается. Меркурий находится ближе всего к Солнцу, и поэтому большинство людей полагают, что это самая горячая планета, однако самая жаркая планета – это Венера. Это вторая планета от нашей центральной звезды, и она находится примерно на 48 миллионов километров дальше от Солнца, чем Меркурий. У Меркурия нет атмосферы, которая похожа на своего рода одеяло, помогающее поддерживать тепло Солнца. У Венеры же имеется весьма плотная атмосфера, которая примерно в 100 раз толще, чем земная. Ее атмосфера не выпускает тепло, она сохраняет его, постоянно нагревая Венеру. Кроме того, она в основном состоит из углекислого газа, который свободно пропускает солнечную энергию, но она менее прозрачна для потери длинноволнового излучения, которое передает нагретая поверхность. Средняя температура на планете составляет около 468 градусов Цельсия, чего вполне достаточно, чтобы расплавить олово. Максимальная температура на Меркурии составляет 427 градусов. Возможно, через 2 миллиарда лет на нашей планете тоже станет слишком жарко для поддержания жизни. Солнце будет становиться все горячее, температура поднимется до такой степени, что океаны просто испарятся. А поскольку они производят 70% кислорода, то без них не будет и жизни. Это значит, что наша планета превратится в огромную пустыню и будет выглядеть как Марс. Плутон Плутон – далекая, карликовая планета. Его диаметр даже меньше, чем размер США. Расстояние от штата Мэн до Северной Калифорнии составляет примерно 4700 километров, в то время как диаметр Плутона составляет чуть больше 2300. Плутон находится от нас далеко, но граница нашей Солнечной системы находятся в тысячу раз дальше. Астрономы обнаружили много космических объектов, вращающихся вокруг нашего Солнца. Они находятся намного дальше, чем Плутон. Например, объекты пояса Койпера и транснептуновые объекты. А еще есть облако Уорта с кометами, которое находится на расстоянии половины светового года от Плутона, что тоже в тысячу раз дальше. Нейтронная звезда действительно тяжелая. Чайная ложка с ее массой весила бы 6 миллиардов тонн. Нейтронные звезды – это остатки огромных звезд, у которых закончилось топливо. Угасающая звезда взрывается, и ее ядро распадается, но из-за гравитации она образует чрезвычайно плотную нейтронную звезду. Эти звезды обычно имеют массу до трех Солнц, но при этом их радиус составляет всего около 9,5 километров. Поэтому они считаются одними из самых плотных объектов в нашей Вселенной, по крайней мере, из известных. У Вселенной есть цвет, который больше всего напоминает бежевый. Его еще называют космическим латте. А еще у нее есть собственный запах, который напоминает обжаренный стейк или горячий металл. По крайней мере, так его описывали астронавты, выходившие в открытый космос. Если хотите сделать скафандр, тогда приготовьтесь поработать как следует. Обычно на это уходит 5000 часов и примерно миллион долларов. Действительно, хороший скафандр состоит из 11 слоев материала и весит около 50 килограммов. Он должен быть удобным, и в нем должно быть еще немного места, потому что в космосе люди обычно становятся на несколько сантиметров больше. Когда объект находится в космосе, земная гравитация не оказывает на него никакого влияния. Вот почему позвонки могут немного расшириться и расслабиться, а это значит, что космонавты становятся примерно на 3% выше. Для роста 180 сантиметров это примерно 5 дополнительных сантиметров. Но это не навсегда. На Земле через пару месяцев после возвращения рост космонавтов становится прежним. Космос не лучшее место, чтобы с кем-нибудь пообщаться, потому что звук там вообще не распространяется. Молекулы находятся так далеко друг от друга, что звуковые колебания просто отсутствуют. А значит, не могут вибрировать, поэтому их не слышно. В фильмах это не всегда отражается объективно. И если закричать в космосе, этого никто не услышит. Можно сказать, что мы живем внутри нашего Солнца. Солнце не просто большой и раскаленный шар, который находится от нас в 150 миллионах километров. Его внешняя атмосфера намного больше. Она простирается за пределы видимой поверхности. И орбиты нашей планеты проходят через его разреженную атмосферу. Доказательством этого являются порывы солнечного ветра, образующие южное и северное сияние. Так что в некотором роде мы действительно живем внутри Солнца. И не только мы, но и другие планеты, включая и далекий Нептун. Гелиосфера, которую мы называем внешней солнечной атмосферой, простирается примерно на 16 миллиардов километров. Продолжение следует...